Прямой диалог с президентом – возможность редкая. В рамках ВЭФ Владимир Путин провел встречу с крупными дальневосточными инвесторами. Каждый хотел поднять проблемы своего бизнеса на федеральный уровень. Константин Богданенко обратился с вопросом, который волнует не только все предпринимательское сообщество, но и население. Газификация региона. Пока в Приморье по-прежнему топят углем и мазутом. Газификация региона. Программа газификации Юга Приморья, честно говоря, для нас неизвестна, в каком состоянии находится и не очень понятно, когда она завершится. Поэтому хотелось бы вас попросить какую-то определенность нести в этот вопрос, чтобы можно было планировать. Потому что на сегодняшний день, для примера могу сказать, стоимость отопления квадратного метра здесь, в Владивостоке, если взять, например, цену на литр дизельного топлива местного и среднюю цену природного газа из трубы, отличается на 64%. Газификация Приморья ничтожно мала. 0,1%. В то время как в центральных регионах страны 66%. Владимир Путин подчеркнул, вопрос актуальный, но быстро решен не будет. Нужно не просто построить трубы, а разработать месторождения Сахалина и Восточной Сибири. Проект плана «Газпром-газификация», по-моему, так называет это, дочка «Газпрома», он есть и предложен на рассмотрение руководству Приморского края. Планируется, что, по-моему, до 2020 года уже изменения должны быть заметными. Владимир Путин поблагодарил за внимание к актуальным вопросам. «Газификация» позволит дальневосточным инвесторам развиваться и откроет новый этап для страны в целом. А позже на другом мероприятии ВЭФ президент заявил о снижении тарифов на электроэнергию для Дальнего Востока. Дарья Орлова, Панорама.